Решили сегодня пойти куда? Северянка. Не в Северянку, вон там вход. Пойти, короче, первый раз посмотреть спортивный зал в торговом центре Северянки. Да. Короче, это он меня надугал. Посмотрим там тренажеры новые, да? Но он не идет. Привет. А че не идешь? Ну да, это мы за водичкой пошли. Так, где тут вода? А вот-вот-вот-вот. Да, простой. Короче, посмотрим тренажеры, да? Все испытаем, да? Да. Все поковыряем, все потрогаем, по акции. Так, не газированная. Ну вот, у тебя 47 рублей. О, по акции. Представляешь? Газированная. Газированная пломба. Это тоже газированная. Газированная яма. Вот газированная 37. Из-под крана попьем. Вода дороже бензина. Там есть. Да я думаю, тоже есть, короче. Тут далеко не литр. Ага. Ладно, наверное, включимся уже там, в раздевалке, да? Да, да, да. Да, я тоже кто-то чуть споткнулся. Вот он называется фитнес-класс, короче. Тренажерный зал. А, и напротив грейхаус. Здравствуйте. Принимаете подснежников? Вот они мы, да. А что, сколько стоит одноразовое посещение? Давайте хромное. Давайте хромное. Два. Ни паспортов, ничего не надо, да? А как вы запомните? Завтра. Еще первый раз будет, да? Через неделю. А, да? Окей. Соломин. Леонид Николаевич. Вот мы в зале. Уже разогрелись. Ну, то есть, подтянулись. Сейчас бисушечку. Бисушечку разогреем. И попрям-то. Тут и гантельный ряд тебе. Ну, такой хочешь. Ага. И станки какие-то. Все четенько. Все, сейчас я. На камеру хочешь поднимать? Нет, не могу. Нет, не могу. Мы этого режем. Ладно. Чувствуется ли нам? Локаль. Да? Ну, смотри. Я бы не пытался. Я вообще-то с себя снимаю. Пока-то надо на все, чтобы хватило. чтоб сил хватило на все не может если бы чисто этим занимаетесь ничего больше добавляю до конца конца видишь как спинает бенжок-то прямо я и так стоит 1 не надо смысл тут ты и так концентируешь бодипилдинг занимается 30 лет каждый день по четыре часа в спортзале видео из спортзала только монстр железо давай вот это на плечи потом сделаем а вот получается тоже по одной рукой как экстремал все нормально вот это упражнение лучше чем 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 нибудь лучше чем ничего лучше чем отжиманий мы которые делали у себя на работе на работе вот это вот делали с веревкой ну считает лучше да это лучше чем на блоке а чего почему она по моему шире да она чуть разводит ну 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 дядя рома нам подсказал супер тренажер не знаю я не сказал ему нравится когда мы делаем гантели вот такое ты не сделаешь ну-ка другой хват возьми ну-ка спину посмотрим вот я забыл как они вот они классом напрягаются что на грудь давит нет а если 25 добавить добавим добавим да добавим меньше а потому что полный грудь сдавливает видимо когда вес большой да а теперь ты болтай в камере я не так болтаю нет я имею ввиду когда тренажер ты начинаешь спрашивать когда упражнение делаешь тяжело вот так ееее что еще говоришь рассказывай какие ощущения какие мышцы напрягаются когда ты тренируешься ну вот вчера я прочитал Достановский да не понравилось пришел в зал блин ну я сразу ощущаю класс класс вот мне тем больше понравилось что ну вот это вот типа гантели имитирует я видимо низко взял главное вытягиваю у меня уже жопа спина ну блядь самый а ты вес твой поставь ты че разогреть ноги как разогреть то уже четвертый блок а сколько 72 я не знаю но это по-моему много ты взял не немного о расскажи людям как в тапочках удобно неудобно в тапочках неудобно скажи это чтобы ноги дышали а не неудобно да да чтоб ноги дышали и чтоб у меня наконец-то спамят и проблем не было суставы как будто в тайге посреди тайги а ну да я на таких бегу они поднимают там и вибрации и всякое такое типа по бочке бегаешь не не тогда если ты видишь что ты не понимаешь ты не понимаешь че такое трицепс он там что-нибудь набегается да трицепс я же говорю нет а тут желе руки желе вот он так это у нас скот да и как он там да короче да я слышал я слышал один мужик изобрел вот это вот упражнение одноименное как бы как его фамилия так его тренажер называется и у него был самый там большой девчонок девчонок в те годы когда он там сделал и 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 Тяжело? Детский вес? Там еще в середине вон сколько их Это самое начало Да? Посмотрим зал Беговые Сейчас я буду вот этот И что это будет? Спицерс? Это будет Пресс-позирование Разве что ты настаиваешь? Ну ты же хочешь увидеть свою кисушку? Да, когда она напрягается Одной рукой не получается Сначала мы будем Тренироваться Чтобы быть таким же как Тренера местные Да, местные тренера мощь Ничего не скажешь Правильно тренят, хорошо питаются А не как я по зимникам на удачке Не-не-не, нормально Да, вот сейчас на одном И что? Есть контакты? Вон он тянет Ага Видишь? Пик Пик Пик, да, качается? Да И растягивается, да? Или нет? Растягивается 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 А чем она отличается от, к примеру А вот от этого, который мы делали? Ну тут ты вообще не тянешься Это совсем другое Это ты смещаешь Накачки бицепса Снизишь Вот это правило Ну-ка, напряги Это Вот здесь, да? Вот это Спустить Чтобы лучше А здесь получается Позирование Пик В каком положении Умные книжки читаешь Ну давай я тебе попробую Давай Бок чуть чуть выше Да Тяни прям И старайся концентрировать сам это Бицепс Ну тут вес тебе побольше надо Да Можешь даже это Не сгибай сюда А наоборот вот так делать А А Ну только в момент Попробуй Пальцы болят Да Чувствуешь? Ну ну чё-то 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 А всегда новое упражнение Чего-нибудь ты чувствуешь? Ну тут я просто, видишь, расслабляю Они меня тянут Ну как будто расширяет что ли Зеркал Ну как будто расширяет, что ли Ну как будто расширяет ну смотри как тут классно они все а отжимания ноги назад до на мячике вот так вот так вот так вот вот так вот блин музыка клёво давай у тебя левый сильнее ничего не вижу если честно моя на твоей фоне так ладно на нас уже косятся как будто мы пошли это доску посмотрим да видимо рекорды наших посетителей короче вот планка 10 минут смотри какой-то сек коч не знаю такого так а это у нас чем строгий жим стоя строгие жим гантели снаряд 50 килограмм 14 раз да тоже виктор 35 по порядку кросс вот 300 спарта несколько повторений ну вот 50 рывков гиря 1650 пресс 50 штанга вот 20 минут 21 молодин андрей олег рыбкин а это чё у нас повторение гантель балл тоже всякие подтягивания максимально ну-ка прокомментируй что это много но не сделать но когда-то я бы наверно больше 35 а вот рома-то павлов рома это наш друг ну смотря как он делал если он чистыми дел 35 так это самое большее почему внизу не знаю типа может быть снизу но добавляли бёрпи на макс если чистыми то 35 вряд ли сделать бёрпи на максимум что это ну здесь 10 минут девушки 15 минут отжимания плюс 50 килограмм отжимать и писать или чё стульчик 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 а это типа на невидимом стуле наверно или чё а это вот так по времени 12 минут 10 с половиной у нас никто не видел хорошо я пошутил если хозяева смотрят а чё ты хочешь ну давай чтобы не хромировали неудобно я понимаю тут отказ сразу чувствуешь если стоя ты можешь еще дергаться здесь уже хоть задергайся давай это дерьмо а теперь без рук а у меня интересно как ты делаешь я не люблю 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 я не забивайте голова одни грудь а должна грудь мышц ну честно я уже не это мои выпрямленные руки потому что она прямая а теперь без мостика мне я тебе буду рассказывать вот еще медленно опускаешь потому что это упражнение мы не делали никогда ты видишь я ноги морковки у меня то же самое у тебя ноги морковки у тебя вот здесь дохуя а вот здесь вообще ничего нет вообще ничего как будто в последний раз нет а мне кажется в поддельник на все сходить да что нет нет нормально вот такие тоже как ты оставляй на следующий раз в принципе оно так же как у нас в принципе я такое особое но оно такое чувствую только вот художские сведения ну или там скамью которая никого не делит у нас нет с этого нет поэтому я возьму себе по чуть-чуть а вот это кстати наоборот веса побольше может быть да нет 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 ну как это лучше тут не давит, просто толкаешься и спину сидишь ну просто упираешься что мне не нравится тренажер а мне не нравится, мне нравится свобода ну с такими то конечно можно, они фактически никакой листики это не делают ни трения нет, ничего как впечатление ну вообще, спина огонь горит, в этот раз я не забыл что-то впечатление 152 в принципе ты делал больше не, ну спина у тебя релик, так я хочу сказать ну что, попозже приеду да, надо дать место в транзал, как ты делаешь да, да, теперь сразу туда а, я же менял поэтому маленький транзал ты делаешь да, это главное вот что это делать я не знаю я думаю Видишь? Два человека по разным ощущает. Стрясись, потому что он не хавал. Я как ушел в 12, так с тобой уехал сюда, а я не ехал. В конце задерживаю. Ну, неплохо получается. Для первого раза в жизни. Первый день в спортзапе. Не слишком мало. Ну, и так, пожалуйста. Ты передний-то задерживай сам. Останавливай, держи и отпускай. Самый вкус, что ты держишь перед собой. Это другое упражнение. Оно у нас идет как раз, по-моему, на задний пучок. Вот он. Вот он. Да, это и есть задний пучок. Ну, только штангами мы делали. Ну, 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 средний и задний пучок. Блин, у тебя великолепно плечи видно. Мне бы такие. Первый раз дали. Мы, кстати, официально первый раз дали. А сюда давай. Кто на свете все сильнее. Всех больше и мудрее. Это легкий вес как раз. Как раз для тебя. Нет, для нас. На плечи там большое не надо. Для первого раза. О, задний пучок сразу покраснел. Да? Да. Честно. Локон еще выше делает. Да. Вот. Ништяк. Ништяк. Эй, это дерьмо. Буду как на картинке. О, хочет быть как на картинке. Такой же плоский. Так, короче, вот один из тренеров подошел. Говорят, трещи. Какие-то фиксеры пришли, да? Че, как у вас тут сзади? Много народа? Достаточно много, чтобы очередь была на тренажеры. Даже очередь, да? А какой самый популярный тренажер? Ну, точно не скажу. На каждом бывает. Ну, на нажиме, наверное, я так считаю. Нет, вот самый популярный тренажер. Вот такая негатива за витальная тяга. Да. Да. А хотел еще спросить, как коллектив тут у вас сзади? Хороший. Все вместе дружим, помогаете друг другу. Вот, например, новичок пришел к вам. Я хочу быть тренером. Ну, я много таких знаю людей, которые учатся на тренере. Вот он придет сюда, без опыта работы. Как он будет себя чувствовать. А ему будут помогать. Без опыта работы. Почему? Здесь молодые всегда приветствуются и берут. Главное, энергичность. Да, вот это вот. А эти... Где они берут, как сказать, учеников? Блин, руки дрожат просто. Учеников на... Ну, не учеников, а вот. Как записаться, например, к тебе? Это какая-то реклама или к тебе находят? Через инстаграм. Ты сам должен искать, да? С тебе очень удобно. Нельзя. Ну, почему? Ну, сам должен искать, или тебе дают? И то, и то, наверное, да? Да. Ладно, не буду тебя больше напрягать такими вопросами. Спасибо за зал, за интервью, за атмосферу в зале. И, кстати, это с каких работают? Так, в один стол. Так, ты мне скинешь ссылку, я тебе потом в инстаграм. Конечно. Потом всем расскажу, что тут занимаются бодибилдеры. Всем рады. Все, спасибо. Хорошо. Вот она, чуть вперед подойдет. Что, легко идет? Да, легко, просто специфичность упражнения легла. Когда гантели, в основном, делаешь по сторонам, а тут она чуть-чуть впереди тебя. Ну, специально добить, в принципе. Что? Нет, я имею в виду, по весам тебе легко? Ну, нормально. Или еще добавить? Ну, потом мужик. Пиздеть нельзя. В принципе, по-моему, вот у тебя вот сейчас передний пучок. Чисто передний пучок. Ну, оно и здесь только передний, потому что руки вперед выводишь. И еще и над собой поднимаешь. Ну-ка. Дай-ка попробую. Боковой пучок, блин. Сутральный пучок, да. Все-таки разведение гантелей. Ничего не знаю. Это мое любимое упражнение, как-то мне. Я так смотрю, мы на все тренажеры подходили, и ты говоришь, что это мое любимое упражнение. Да нет, что-то как-то назад. Может быть. Вот, я говорю. Как будто... Нет, сядь нормально, ты сейчас поясни. А, развернулся? Да, ну сюда тренеры. А мы тут не должны... Нет, смотри. Смотри. Во! Вот это я другое дело думаю. Не сильно назад уходит? Нет, самое-самое. Вот, наверное, вот так и надо делать. О, эти все тренажеры, он весь раз обошел, да? А вы сами когда тренетесь прям в следствии или... Нет, в свободном. А, в свободном? Когда никого нет? А у вас перерывы, да? Ну, я хочу сказать, ты когда назад сидишь намного. Кольки 10 килограмм? Офигенно. Да, офигенно. Еще бы подножку вот этого, да? Шик, чтобы с самого низа не поднимать. Ну, давай. Здесь добиться проще. Добиться, да? Ну, вот я сейчас чувствую задние. Задние пушки. А как ты сейчас чувствуешь задние, если мы хотим? Берегите. Нет, вон там. А, после того упражнения? Да. И как я могу добиться? Вот тут руки... Мне здесь больше надо... Да, я тебе и говорю, тут руки не так вперед уходят. Я не знаю, для кого как. У кого руки длиннее, может быть, там вот так. Тут же еще и люди-то по ширине разные приходят. Если он человек широкий, то ему кто-то упражнит по-любому. Класс. Коман, весь план. Ты бы взял его в ученики на этот, на Мэнс Физик? Да, может быть, почему нет. И как примерно думаешь, на скольки он по времени, ну, такого, чтобы выступать? Нет. Он думает, месяца два-то сушится, и все. А, ему уже сушиться пора? Покажи пресс. Какой? Не стесняйся, покажи тут. Все чужие. Вот даже... Вот, сушится, да? Да, в полный месяц и все, и можно я так належу. Ладно, ладно, не будем смущать. Дядю Леню. Получается? 50 килограмм, это не шутка. Да? 50 килограмм, это же дохрена. Средний вес человека. Средний вес человека, да? Ну, мой 70, если. Поэтому мне надо порядка 100 килограмм. А ты делал хоть раз 100 килограмм? 100 нет, максимально 75. Ты имеешь в виду дойти до 100 килограмм? Да, дойти до 100. А не... Смотри, короче, вот закончился денек, как называется, фитнес-классе, да? Надо снимать, это на всех. Никакие спортзалы не сравнится, кроме этого. Ну, мы как просто обычные люди, да? Как обычные обыватели. Которые пришли. Не подснежники, потому что сегодня зима. Ладно, ладно. Снежинки, снежинки. Снежинки. Ну, что, короче, как тебе, вот когда мы зашли, встречу, вот это, встретили нас. Вообще, отлично. А если бы ты не сказал, что не подснежники, может быть, жилобусы. Отлично. Также там есть раздевалка, удобная. Конечно, без номерков, без ничего. Верхнюю одежду нам подсказали. Да, сразу спросили тебе полотенца. Да, полотенца взяли, чтобы, потому что некоторые, ну, потому что коронавирус все-таки. И вообще, некоторые потеют люди сильно. Безгливые, да? Да все потеют, особенно. Если ты пришел в зал и не потеешь, то зачем ты пошел в зал? Сниматься пришли. Я так чувствую, да. Давай просто по-быстрому что-то, наверное, не долго. Да нет, давай нормально интервью. Короче. Держи выше камеры. Ну, что еще сказать? Короче, вот как первый раз я пришел, да, я же не знаю, где, где там раздевалка, где душевая. Пока не спросил, покажите мне, там, да. Нам как бы ничего не сказали. Поэтому я бы не дал пятерочку, да, например, как при встрече. Как критик. Да, ну, я говорю, как есть, а я ничего не скрываю. Четверочку, да? Ну, четверочку, потому что, ну, как-то все-таки нам улыбались, все-таки клево было. Ну, а если ты бей в Макдональдс, я дать мне в булочку. Ой, я не хожу в Макдональдс. А у нас его нет. Так, ладно. Что по залу? Вот мы зашли, разделись, переоделись. Зал у нас. Вот что касается зала. У нас, по-моему, в мире нам таких... Да вы посмотрите только на подсветку. Нифига себе. Нифига себе. Честно говоря, все залы, в которых я был, это самая лучшая жалочка. А я был только в этом. Кимберлит. Кристалл. Кимберлит сейчас, кстати, тоже новый зал. Я думаю, пойдем туда, да? Ну, можно будет. Как-нибудь так же. Попробовать, конечно. Будем сравнить здесь и в Кимберлите, к примеру, да? Ну, смотри. Тут не то, что много тренажеров. Тут даже атмосфера. Например, вот. Никакая. Надписи. Там. Ты можешь больше, там, мотивирующие, да? И это, наверное, художники, которые интересуют. Да? Да? А формы, да. Я бы сказал, для Мирнова. Да, она цвета подобрана. Меня очень удивил. Ну, в принципе, и не так удивил. Цвет как раз под мою футболку. Так что мне вообще нечего. А еще здесь это. Все под меня. Гантельный ряд. Гантельный ряд. Штанги. Штанги. Везде, блин, нигде не надо искать, да? Упражнения. Да, упражнения на ноги. Вообще. Тренажеров полно. Начиная от живых весов, заканчивая тех же самых. В зале, короче, пятерочка. Тут даже, по-моему, а мы же сняли рекорды. Доска с рекордами. Можно как-то просто присматриваться, смотреть. Так что в плане зала все отлично. Кстати. Зеркала расположены как раз около, почти около каждого менажера. Ты можешь контролировать то, как поднимать. Не то, как у тебя, пицелка. Когда ты просто позировал. Но мы видели, что зеркал на сне. А когда именно делаешь упражнение? Зеркал на сне ноги. То есть, если раскачаться, то зал отлично. Тут вообще-то еще нас предупреждали зал борьбы. Да, в соседний зал. Но мы туда не ходили, потому что мы не борцы. Нет. Но можно было так пройти, посмотреть. А ну ладно, мы будем все борцов. Уже времени как бы... Ну что, пятерочка твердая. Твердая. Да даже с плюсом, да? Плюс не плюс. Мы же еще не знаем, какие другие залы. Просто если всем давать пятерки. Но даже с кристаллом, если там тоже отлично. Ты уже выше не поднимешь. Смотри, ну туда же порядок. Я тут заметил. Получается... Представляешь, ну больше за... Наверное, три или четыре видел, что в одно и то же место там... Ну, каждые 15 минут протирает там. Ну, классно. Видимо, и правила тут жесткие, и всякие, да? Ну, скорее всего. Люди получают за эту зарплату. Ну, 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 ну... Как получают зарплату, не зря. Не зря едят свой хлеб, да? Да. Кстати, вот к нам и тренер подходил, подсказывал, да? Как тренера у нас... Тренера вообще нормально, да? Это, кстати, я их не так много видел. Не так много видел. Может, в то время, да? Их не так много. Или много? Мне кажется, их много, просто времени не то. Да? Тренера тут есть, но... Ну, ладно. Дежурный тренер нам подходил и раскомпатил. Подсказывал, да. Будет, по-моему, ссылка, я вам скину, кто попросит. Клалиферсионал, который сами тренируется, соответственно, они знают тренироваться. А все местные, да? Да. Если человек знает, что он тренируется, и сам результатов добивается, естественно, он может как-то посоветовать. Тренера, короче, что у нас? Ну, я, наверное, сказал четверг, но только потому, что их... Ну, только один, кто в футболке фитнес-класс был. Я как бы одного только заметил. Заметил? Только одного, ну, честно. Просто, если бы я их не знал, я бы не знал, что он тренер. Если бы все выносили футболки, ну, что он тренер, да, то все было бы. Ну, по-моему, так и есть, просто сегодня, по-моему, никто не... Вот им бы вот такие как раз майки. Нет, ну, не клести. Ну, он же, Рома же, майки был. Не, я имею в виду подсветную сейчас залу. Ну, хотя они тогда находились. Но они, кстати, выделялись. Ну, короче, сейчас у нас все у нас. Переодевание и в сауну. Да, я что-то сказал, что нет, но... Ну, посмотрим душ, сауну, там, раздевалку. Потом еще включимся и расскажем. Вообще выйдем, тоже расскажем. В общем, такие дела. Но в целом мне очень понравилось. Вот так. Классно. Все, успели. Ну, 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 ну. Ну, так делать нельзя, как не делаем. В третей за один день нужно прокачать сервис. Нет. Ну, просто пробовали. Мы не профессионалы. Занимаемся. Мы любители. Любители посмотреть, как принято смотреть. Я бы хотел еще сказать пару слов про беговые дорожки. Я знаю, что они популярны. И тут не одна беговая дорожка. Вы посмотрите. В общем, много. Кто захотел, встал. Не надо очереди ждать. Да, кстати. Да? Дрожками, вон, этим. На вид на город. Иногда. Днем. 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 Элипсы. Элипсы называются, да? Да, я на них никогда не знаю. Ладно, давай. Потом включимся. А вот мужская разбивалась. Вот так грязные колоколицы складываются. Идеально. Робот. Ну, может это надо попробовать? Нет, все по феншюре. Специально побольше. Да. Фен, все как по лозуне. Ну, да. Сейчас я попробую в зале пять минут. Сейчас у нас времени еще есть. Ой, в сауне, в сауне. Пять минут побыть хотя бы. Весь день, блин, без хавчика. Я там обонял. Весь день без хавчика. Я думал, что там без чисто перебор. А можно я ваши цены поснимаю? Тут съемка видео запрещена, блин. Сейчас тебя обрешу. Камеру вырубай на фон. Вот наши тренера. Камеру вырубай. Ни вязвую не подошла, не помогла дядя Лёня. Дядя Лёня просил, просил. Ладно. Так, что у нас где цены? Вот фитнес-бар. Получается. Нет, фитнес-бар у нас не интересует. А можете так сами сказать, чтобы не фитнес-бар? Я тоже снимал. С стесняшкой. Стесняшкой? Ну, например, абонемент. Ладно, я вас не буду снимать. Абонемент. Как оно? Сколько? Полгода на год? Или как тут у вас абонемент? Стандартного, безлимитного на месяц. 4 990. Не менять. 4 990. На сколько? 30 дней, безлимитного. 30 дней. А, то есть утром-вечером? Двое время. А, здесь нет такого утром-вечером, да? Есть. Тысяча рублей, но два месяца. Что-то я... У меня после тренировки, видимо. 4 990, 30 дней, безлимитного. А, 4 30 дней. Ну, в принципе, нормально, да? Так, что еще? Разовые... Если второй раз... Вот я второй раз приду на разовые. Сколько будет стоить? Второй раз уже абонемент берите. А, вот уже... Разовые, конечно, есть, но вы бы с ней будете взять. Чем дольше срок? Дольше срок? Ну, ладно. Чем дольше срок вашей кассы, тем лудней будет. Нет-нет, лудней интересует один раз. 700 рублей. 700 рублей, да? Безлимит на один. А, с лимитом один раз. Тут все безлимитные, да? Короче, тысяча рублей в месяц. А, 5 тысяч рублей в месяц безлимитный. Ладно, окей, спасибо. Что? Вы скажете? Приходите еще там, да? Конечно. Нет, не приходите. С камерой больше, чтобы... А кто самый лучший тренер, по-вашему? Ну, если не будем... Как будто здесь никого нет больше тренеров. Кто самый лучший тренер? Ну, все тренера самые лучшие. Вы же в физкуль-класс пришли. А вы тренер? Я администратор. Администратор? Гоняйте своих тренеров. Они меня просто гоняют. А, они вас гоняют? А, типа должно быть это. Ответственность. Конечно. Дядя Леня, ты хочешь здесь работать? Нет, я есть. Да, я конечно. Ну, тебя уволят. Я просто хотел тебе сюрприз сказать. Тебя уволят. Вот, тетя Маша. Тетя Маша. Тетя Маша. Да. Баба Маша. А, баба Маша. Да, хорошо, что меня тетя администратором не утворят. Тетя Маша. Какие... Короче, после тренировки больше мяса, больше петь сухо, больше бургера, больше живот. Тетя Маша. Тетя Маша. Тетя Маша. А, ты хочешь стоять. Видео, да? Что, снимали? Не знаю, что это. Ну, все, короче, потренили. Или нажал. Нажал. Так, куда? Оттуда? Да, туда. Я тут не местный. Потренили. Кстати, свет горит. Это гриль-хаус, да? Да. Да, да, да. Вот, покушали. Блин. Неудобное расположение гриль-хауса. Очень удобное. Блин, бургер, фуд. Фуд-бургер, да, по-моему? Да, да, да. Фит-бургер. Блин, опал. Я сразу подобрел. Правда, по официантке это не скажешь. Ой, о том вот такой смех. Вы-то не знаете, что-то было. Я все разнес. Ладно, нет. Нет, на самом деле кухня просто обалденная. Тренировка. У меня ощущение, как... Блин, это то, что нас порзал. Муади наш. Ай, не сравнивай. И вот тут, как будто даже в другом городе побывали, да? Вообще в другом мире. Блин. Молодцы те, кто работает там. Те, кто открыли этот зал. Респект. Блин, этому городу реально не хватало. Но мы еще сходим. Кимберлик. Берегись. Вот мне понравилось, как все это сделано. У меня вот остановка сама, расстановка. Ну, стены разукрашены, да? Свет прям под мою майку, поэтому, блядь. Плюс один балл. Единственное, когда вот первый новичок приходит, да? Вот мы, можно сказать, новички, пришли, да? Вот, я уже говорил, у меня такое ощущение, самооценка как-то падает, что тут вокруг одни качки, да? Ну, а что делать? У тебя было такое? Нет, у меня не было. Не было? Не было. Вот у меня было. Все такие качки, все крутые, такие ходят. А я как-то... Даже аж как-то самооценка. Я всегда хожу как дрыщ, так что, что он мне вникарит? Да, он уже вышел дрыщ. В эту ходе дрыщ, никто не... Да, я даже не знаю, во многих залах такое есть или нету. Ну, такое ощущение первоначально было, по крайней мере, пока все не ушли. А когда мы остались двое, два дрыща в зале, это все нормально. Мы победили. Так. А когда пришли хавать, вообще идеальная остановка. Вот как раз столовая, вот все равны. Короче, ты говори плюсы, я говорю минусы. А, да, я что, называю плюсы за это? Бля, я походу вообще не умею третиковать. Ты походу подходил. Сучу. Нет, нет, нет. Это не тот человек, который... Нет, или хаос офигенный. Правда, дети бегают. Правда, теперь уже больше, походу, не пойдут. Будут открывать бургер. Плевать мне рима. Нет, еще раз побить не надо будет. Обязательно пойду. Но уже с обзорчиком, так что ждите, ребят. Так, кстати, ночной режим не слышится. Ждите. Не знаю, тепло, показывает нормально. Так что вот такие дела. Заходите в этот зал. Если есть какие-то вопросы, я всегда на связи. Леня будет на связи. Ссылочка. Валеру вы найдете. Нет, 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 ссылочка там все будет. Так что, ребята, хотя бы один раз. 100 рублей стоит, да? 100 рублей. Да, да, кстати, это вообще не что. Вот мы первый раз пришли, блин. Ты на такси до туда больше тратишь. Ну? А если это сходить, блин, допустим, ну, ты с ним не зимой в морозке, или зимой даже, но в теплую погоду, ну, что тебе стоит пройтись до туда? Ты по чему дома делаешь? Да, в субботу. Работать каждый день, вообще ништяк. Мотивирующие видео смотришь, как не опускай руки. Только что заметил. Вот сходи. Минусы там, блин. Да нет, какие минусы? Старчики маленькие, ну, раздевалки. Старчики маленькие? Мне это показалось. Да, вот это все компаешь. Короче, джинсы есть в глюках, не то глюкинг зал. А и там доски для глади, нет данного не разгладить. Вот мы же пошли в зал, и мы после этого пошли в дримхаус, да, прямо? Вот, допустим, если... И носите обувь. По технике безопасности надо обувь, это уже твой косяк. А это уже мой косяк. Представляешь? Пойдем. Какой плюс? Они тебе замечания даже не... А, нет. Рома сделал. В конце, да. Ну, видимо, закрыли глаза. Ну, что тебе взять, новичок? Подснежник. Снежник. Снежник, блин. Снежник, блин. Снежник, блин. Ну, поснежники будут ходить. Ну, все. Ну, да, персонал, как бы. Что, кимберлит хочешь? Мне что понравилось? Ходить вот так. Ну, только водов были. А, два. Вдруг. Не, ну, вот в сзал сходить, кимберлит посмотреть. Ну, можно сходить. Серьезно? Да, можно сходить. Вот. Надо просто обоимемент. Придем посмотрим. Обоимемент сюда тоже. Почему обоимемент? Один раз возьмем, посмотрим. Может даже на чем ходить, да? Там, по-моему, 300 рублей. 300. Ну, ты накопишь, короче, месяцовки, я подкаклю. Мы же бедные блогеры. Месяц на хлебе и водичке, на макарошках. Ну, учитывая, что ты скоро уезжаешь, то, как раз вам на хлебе и водичке придет. А так, ладно, давай прощаться. Всем пока. Счастливо. Счастливо остаться. Всем добра, удачи. Это лично наше мнение. Короче, всем добра, всем здоровья. Пита на пятушку. Да, широчайших мышц. Всем пока.